ну что же здравствуйте уважаемые друзья и враги я абсолютно всех вас приветствую и сегодня мы будем сравнивать два достаточно похожих статистически города небольших это шведский город лунд переводится со шведского как поляна и город долгопрудный из московской области города как вы видите на своих экранах очень похожи по численности населения по плотности по самой площади и что еще интересно я заметил город лунд был основан в 10 веке вы только вдумайтесь и при этом доподлинно неизвестно в каком году вот такой интересный город мы посмотрим ну и не менее интересно это город долгопрудный это московская область рядом практически с москвой и я так мельком посмотрел там даже вполне неплохие здания есть сравнение швеция и россия поехали город долгопрудный будет у нас в начале и спасибо огромное заказчику за то что он предоставил такие достаточно похожие города он меня просил мельком посмотреть пару улиц но практически это будет даже грубо говоря одна улица эта территория мфт и московская физико-технический институт и давайте же посмотрим улица на первый взгляд не такая основная и не такая уж второстепенная то есть что-то среднее можно считать что мы оценим вот находится мфт и улица как вы уже видите для московской области вполне приемлемая как часто мы это видим в этой области вот такое вот здание выглядит интересно при этом архитектура такая более наверное советская но при этом из не самых худших вариантов все-таки и в те времена были неплохие архитекторы были какие-то адекватные и приемлемые идеи в этом плане вот такая вот территория смотрите дорожное покрытие приличная есть вот такая вот может быть не замысловатая но вполне стандартная брусчатка все ровно ничего нигде не на мусоре на ничего не отвалилась в общем то такой стандартный добротный вид подмосковья при этом мфт имеет несколько корпусов также здесь где-то должна быть местная общага насколько я понял это вот она и есть территория вполне неплохая а здесь возможно какие-то другие муниципальные здания находятся видим здесь выглядывают современные многоэтажки ну я заметил что такие в основном строят на сегодняшний день но конечно для семнадцатого года мне кажется можно было бы и что-то по оригинальне придумать неплохо конечно но вот все равно вот у меня какая-то претензия к таким многоэтажкам также мы можем перейти на другую сторону общежития смотрите здесь есть двор ну вот выглядит он немножко может поскромнее но также неплохо здесь какая-то новостройка переходим обратно видим тротуар напоминает даже какой-то бродвей что тоже служит плюсом здесь еще может быть какой-то корпус здесь не отмечено вот такой вот перекресток и сейчас мы повернем на переулок институтский смотрите вот такой вот перекресток все достаточно неплохо вижу и растительность как-то вот рассажена ларьки может быть даже бутики своего рода смотрится также как-то гармонично все-таки ларьки обычно другие чувства вызывают и здесь это смотрится нормально скажем так вот поворачиваем на институтский переулок общем то знаете сами а может быть и не знаете что переулок зачастую может выглядеть в разы лучше чем какая-нибудь улица но здесь видно что немножко похуже газон то ли вытоптан то ли плохо засажен но в общем то это не так принципиально и вполне адекватный вот здесь еще один фасад может быть тоже относится к мфт и я вот здесь ничего не могу сказать но точно известно что чуть дальше идет у нпк мфт и насколько я знаю аббревиатура означает научно-производственный корпус попробуем подобраться к нему поближе находится он я так понимаю вот здесь если нас не обманывает карта и также можем попасть на территорию данного корпуса вернее то что находится рядом но отсюда уже видно что вид неплохой здесь даже на фоне казалось бы неплохих подмосковных улиц вот эти виды это просто колхоз по сравнению с тем что находится на территории самого института но вы сами это все видите как усажены кусты как пострижен газон как выглядят фонарные столбы для освещения давайте перейдем поближе вот такой вот апрельских 18 года то есть вот буквально месяц назад все это было отснято виды вполне неплохие смотрите солнечные батареи они почему-то отображаются в таком вот качестве может быть плохо отсняли я так понимаю что заряжается уличное освещение уличные столбы и ночью это все светит в общем-то хорошая практика я считаю что нужно везде и внедрять но по понятным причинам я думаю что некоторому кругу лиц это не выгодно давайте же отправимся в город лунд и хочу также отметить что первое сравнение и единственное швеции с россией было в городе мальме шведском и я позже узнал о таком сериале как сериал мост вполне даже удачном который даже сейчас начала копировать россия в своих сериалах также до этого делала сша и вот действие разворачивается в городе мальме и в городе копенгаген шведский сериал шведско-датский и вот такой вот может быть совпадение а может быть заказчик это все предусмотрела ему стало интересно сам мост который действует в сериале и кстати говоря почему-то никто не догадался предложить мне сделать сравнение какой-нибудь страны с и данией поскольку дания на мой взгляд является одной из топовых стран для жизни простого гражданина и панорамы там то еще зрелище я ни в одной стране такого практически не видел может быть что-то похожее но далеко не то давайте отправимся на что-то второстепенное но при этом не самое отдаленное и не самое центральное что-то похожее на то что мы смотрели в городе долгопрудный ну в общем то ладно не будем сильно уходить на какой-то принцип давайте выберем что-то не сильно далеко от центра не самую маленькую улицу вот вполне я думаю адекватный вариант но такая вот жизнь как вы видите происходит в городе лунт в шведской поляне так сказать такая вот интересная ракета здесь стоит чем-то вспомнились советские дворы там тоже в некоторых местах что-то подобное стояла ну для кафе конечно интересная идея здесь кафе я так понимаю видим что тротуар уложен брусчаткой вполне такой привлекательной приятной на вид при этом какие-то плиты старые выложены непонятно для велосипеда может быть скорее всего поскольку велосипедов здесь много и вот помните я в последнем видео про латвию говорил что часто в скандинавии вижу вот такие вот уложенные участки из брусчатки на различных островках безопасности на каких-то углах на переходах и знаете что я сразу же вот заметил по сравнению с подмосковным городом это то что здесь на порядок чище я конечно не говорю про архитектуру несмотря на то как бы хорошо не было подмосковье но все-таки европейская архитектура плюс еще такой город старинный здесь и говорить не о чем смотрите вроде бы похоже на друг друга дома кирпичные из мелкого кирпича но смотрится это очень даже неплохо вот мелкий кирпич и крупный кирпич это принципиальная разница вы сравните какой-нибудь краснодарский дом и дом который находится в сша или в швеции поскольку такой кирпич применяется как сша так и в швеции вот здесь видимо такие дворы но вот здесь уже что-то тротуар как-то не очень не знаю почему может быть специально не кладут может еще какие-то причины есть вот почему-то он отсутствует даже на одиннадцатом году ничего отличительного не было это я бы даже сказал не минус а просто не совсем понятный момент вот я еще вижу здесь телефонный аппарат я удивлюсь если здесь реально пользуются им но мне кажется это больше для какой-то не знаю декорации оставили может быть просто не убрали что тоже для меня будет странным поскольку я вижу что виды находятся под постоянным уходом вы видите вот здесь уже асфальт какой пошел еще лучше взгляните вот только на эти дома вот смотрите здесь уже пошел не красный мелкий кирпич а желтый желтый коричневый вот что-то такое бежевый посмотрите вот на эти все крыши в общем то уютное место уютно вот такие вот вдалеке тоже мы видим многоэтажки современные конечно не во всех районах видели вы только что что вот что-то наподобие вот такого мы натыкались вот это вот стать и мне напоминает какие-то советские санатории честно говоря но при этом опять же это не самая худшая архитектура из советской при этом здесь это все облагорожено покрашена может быть за счет этого еще как-то смотрится но на самом деле если смотреть на более современные или наоборот исторические красивые виды то это уже как-то выбивается из колеи но это уже не все поймут если у вас уже глаз наточен на эти вещи если вы уже много на это все насмотрелись то вы это заметите а так конечно вы скажете ну что нормальное шведское здание вот смотрите какой красивый ракурс идут фонари без проводов здесь заправка вполне обычная вот часто замечаю что в целом наверное заправки россии и других стран мира всего они выглядят примерно одинаково хорошо скажем вот это даже заправка она будет выглядеть по скромнее чем какая-нибудь российская в этом виде я хочу отметить что есть мелкие заросли есть вот такой не совсем идеально выглядящий газон даже что здесь говорить он печально выглядит достаточно печально вот здесь видно что покосили недавно прошлись газонокосилкой трава еще лежит но вот этот вид очень даже красивый вот особенно если дальше отойти вот на этот красивейший перекресток вот видите работы идут все делают вот этот ракурс очень даже красив жалко что подводит газон так бы был бы идеальный момент для скриншота очень красиво расположение вот этих вот многоэтажных с какой-то разной архитектуры но при этом это все смотрится не за по-современному как-то давайте теперь резко переключимся на какие-нибудь улицы я не знаю здесь есть или нет частного сектора в долгопрудном но я вижу что есть при этом немало давайте даже в эту часть город делится на две части как и многие российские города да и в целом немало городов мира разделяются либо озером либо рекой здесь река клязьма слева канал имени москвы нас же интересует частный сектор так но вот куда-то мы совсем забрели смотрите такие вот места вот к сожалению в россии сколько красивых крупных улиц мы не находим но как красивых конечно для россии они вполне даже адекватны но вот в частном секторе вот без такого никуда не деться вроде бы дома вот строят нехилые а вот с территории на улице все очень даже печально это вот мне даже чем-то напомнило мое знаменитое сравнение челябинска и детройта и вот в челябинске были вот такие вот заросли на фоне примерно такого же забора вот такие вот виды ну ладно в общем то давайте еще один вид выберем но этот вид вы сами понимаете он ну совсем никудышного здесь уже выход идет на более такую основную улицу в этом районе поэтому думаю будет справедливо еще на один частный сектор перейти ну вот еще один частный сектор в долгопрудном я нашел пришлось вернуться ниже чтобы больше вероятности было на частный сектор напороться ну дорожное покрытие неплохое видно что улица оживленная идет из какого-то района в другой обычно это так обстоят дела когда в такой жилой зоне такой оживленный трафик но видите тоже да на обочинах все оставляет желать лучшего вот вот эти вот тропинки это вообще то еще зрелище при этом хочу отметить проблема еще с нахождением частного сектора в том что он не весят снят но учитывая на то что мы попадали я думаю понятно почему он не весят снят но и также хочу отметить что возможно здесь наблюдается тенденция что частный сектор заменяется на какие-то более многоэтажные дома и поэтому частный сектор они в самом лучшем виде я считаю что на самом деле это очень плохая тенденция поскольку ну хороший ухоженный частный сектор как где-нибудь в швеции и многоэтажный дом я думаю намного лучше частный сектор видите вот делаю тоже делают много чего здесь виды конечно те еще ну то что что-то делают не знаю что но тем не менее в общем ладно думаю осмотр частного сектора в долгопрудном это больше напоминает избиение какого-то лежачего поэтому давайте насладимся видами частного сектора в городе лунт и перейдем к многоэтажным домам дворам я думаю этого как в долгопрудном так и в лунт можно найти немало также пошаримся по каким-нибудь совсем окраином чтобы не было упреков что я сравниваю центр с окраиной чтобы было максимально объективно но здесь конечно сразу же видно что мы находимся не в долгопрудном нигде-нибудь в химках несмотря на то что недавно в подмосковье мы видели неплохие виды частных дворов но сравнивать любой даже хороший частный сектор с любым домом в швеции я думаю это просто бесполезно и ведь понимаете я же не зря это все вам постоянно показываю вы должны понимать что в каждом видео я несколько улиц просматриваю натыкаюсь на европейские дворы и фасады дороги и вы должны понимать что вот сколько раз мы смотрели и постоянно мы вот попадаем на подобные картины то есть те кто живут в россии ну где-нибудь не в москве не в питере где-нибудь где преобладает частный сектор среднего размера город вы просто пройдитесь или сядьте на машину именно проедьтесь по тем местам где идет жилая зона не там где маршрутка ездит по главной дороге а проедьтесь по частному сектору и понаблюдайте какие виды вы будете видеть вот смотрите я специально сейчас блуждаю по району чтобы вы видели сколько видов находится в ухоженном состоянии это и дворы этой дороге это и обочины при этом заметьте сколько тротуара здесь находится это город в 100 тысяч человек это не полумиллионник это не миллионник да конечно швеция не такая уж густонаселенная но тем не менее вы должны понимать что даже в полумиллионном городе россии в частном секторе все равно примерно одинаковое количество жильцов будет находиться то есть плотность населения в частном секторе как европе так и в россии примерно одинаковая климат в швеции тоже не какой-нибудь как в южных странах и вот вы обратите внимание на всю вот эту вот зеленую ограду на вот эти вот столбы ну и в завершении я думаю стоит еще и отправиться на центральные улицы просто даже для интереса взглянуть как же это все выглядит в центре вот такие вот виды и я не пожалел что все-таки решил уделить время для центральных улиц может быть не самая центральная но вот чтобы понять дух вот этой вот жизни в центре города вы посмотрите как это все интересно выглядит сколько здесь народа я даже не узнаю что я бродил по городу лунт то есть здесь какой-то вот прям контраст и при этом что там что здесь хорошо но при этом очень по-разному все это выглядит посмотрите как прекрасные эти виды вы только на это посмотрите почему я не начал ролик именно с этого с другой стороны даже хорошо потому что я немножко уже устал сидеть смотреть панорамы и меня это немножко приободрило вы только взгляните на эту всю красоту вот давайте любой сейчас вид центральных улиц долгопрудном посмотрим вот вам вид одной из крупных улиц но однозначно здесь есть заявка на то чтобы попадать под категорию крупной может быть даже главной улице видите да ну прекраснейшие фасады вот такие вот фасады я и хотел бы видеть плане многоэтажных многоквартирных зданий но я думаю если сравнивать с тем что мы увидели в городе лунт то даже вот такой вот приличный действительно приличный вид он никак не сможет сравниться вот здесь да я уже чувствую как-то напоминает шведский частный сектор без шуток потому что как-то вот есть какая-никакая брусчатка есть какие-никакие ухоженные кусты фасады по-своему неплохие панелька вроде вижу ну что-то такой какой-то гибрид непонятного смотрите балконы какие-то интересные и улицы почищены затоптаны тропинки и не без этого также в перемешку с панельками уродливыми все вроде бы красиво но и вроде бы есть много грубых таких достаточно косяков для целой панорамы даже посмотрите на парковку здесь большие дыры я не ожидал вот на такой приличной улице вот я действительно удивился сейчас этой улице но когда ты сворачиваешь на пару метров вправо или влево ты натыкаешься на вот такие вот огромные дыры которые даже в маленьком городе не всегда встретишь в российском вот панельки такие вот дорога вот очень красиво смотрится то есть напоминает даже что-то как в сочи мы смотрели действительно здесь видно что хоть как-то поработали над городом ну видите сами вот эти вот запыленные затоптанные заезженные газоны вот смотрите как паркуются да и вот тем не менее да я говорю что смотрите на крупную улицу и смотрите на крупную улицу города лунт я понимаю да что здесь очень много исторической составляющей я здесь абсолютно не спорю но вы даже возьмите какой-нибудь калининград вы найдете вот такие вот виды это вот небольшой город я понимаю можно сказать питер но питер во первых намного больше город и даже там вы такие виды не найдете вы только посмотрите на эту красоту а вот смотрите что я нахожу еще одна панорама ну одна панорама краше другой я удивляюсь сколько всего в этом городе прекрасного находится при этом мы смотрим и достопримечательности какие-то старинные мы смотрим и современные частные дома и один вид краше другого независимо от того в какое время он был создан ну и давайте закончим на такой вот панораме то что поистине называется лунт возможно когда-то изначально это и выглядело все вот так а потом начала появляться вся вот это вот архитектурная красота которую мы только что видели не забудьте поделиться этим или другим каким-то роликом с друзьями или своими знакомыми тот кто интересуется данной тематикой путешествий городских панорам просто интересуется различными городами той или иной страны для меня очень важна ваша поддержка также можете предложить свое сравнение если вам это интересно ссылки есть в описании там можете почитать все довольно таки просто если вам понравилось это видео вы досмотрели до этого момента то можете поставить лайк если вам понравилось это видео и оставить свое впечатление в комментариях обсудить на какие детали больше стоит обращать внимание в моих сравнениях ну и до скорого ждите новых роликов